Слушай, ну мы с тобой уже, понятное дело, здоровались. Для зрителей представься, откуда родом, какое звание, какую должность занимаешь. Всем привет, зовут меня Влад, я из Луганска, мне 19 лет. Занимаю должность в данный момент командира взвода на звание сержанта. То есть ты комп взвода? Да. В 19 лет? Да. А с какого года служишь? Я служу уже второй год по контракту. А какой у тебя позывной? Позывной мне племяш. Почему племяш? Меня привел дядя, у него позывной муха. А, ты племянник? Да, я племянник, получается, у нас отношения как отец и сын, на самом деле. Он крестный мой получается. И как-то вот потихонечку мы работаем с ним. Твой первый бой, помнишь? Или штурм, или что-то такое, где ты прямо в атаку пошел? Да, помню, конечно. На самом деле у нас штурмы происходили интенсивно с начала операции. Самые активные штурмы были это на расческе. Это позиция расческа? Позиция. Это возле 29-го блокпоста? Да, это его крепроем. Один из самых важных был. Принимал активное участие, шел один из первых. То есть ты прямо в окоп штурмовал? Да, в окоп. На самом деле все успешно получилось, но тем не менее для этого большая цена произошла. Но это серьезная была позиция? Это была одна из серьезных позиций. Слушай, мне ребята говорили, ты где-то, ну просто я могу перепутать, что ты где-то там с пулеметом, что-то, или как, там, кого-то покрошил, или куда-то ворвался. Что за история? Да, было дело. Это было до расчески, до позиционки расческа. Мы, как разведзвод, должны были прикрывать пехоту, когда они должны были заходить. Там в случае огневого контакта мы должны были подавить его и создать шкал огня, чтобы те отошли. На самом деле так и произошло. Когда пехота заходила, произошли двухсотые, к сожалению. И когда у ребят закончились силы, я решил проявить инициативу, взять пулемет, выбежать в открытое поле, создать шкал огня и тем самым прикрыть отход, ну эвакуацию раненых и двухсотых. Скажи, ты уже сколько времени исполняешь обязанности командира взвода? Обязанности командира взвода я, на самом деле, исполняю недолго, потому что командир взвода сейчас, в данный момент, на больничном. А вот командир отделения, ну, уже два месяца. И еще, я слышал, есть какие-то, появились новые мины, которые как-то срабатывают, то ли на автомат, что это вообще такое? Да, появились магнитные мины, на самом деле, до этого нам еще неизведаны, неизучены. Это как ПМН, противопехотная мина. Примерно по структуре такая же, но она работает на магниты, на металл. Ну, то есть ты идешь с автоматом, не ты, вот человек идет с автоматом и может среагировать? Да, она в том числе может и среагировать на бронежилет, там есть металлические плиты, либо на глушитель, либо на сам автомат, если близко к нему наклониться. И также работает нажимательным способом, ну, то есть, если наступил, то оно так же сработало. Замечали еще мины, то есть направленного действия для легкой бронированной техники и для тяжелой. То есть натягивается леска какая-нибудь невидимая, ставится по обочинам и, допустим, если техника какая-нибудь едет, она срабатывает вбок. А, вбок в борт бьет? Бьет в борт и пробивает, соответственно. Я слышал, что здесь чуть ли не какой-то сам украинский генерал минировал позиции, это слухи или? Нет, как мы взяли пленного, опросили, никаких физических воздействий не осуществлялось. Рассказывал то, что это работал 80-е техническое батальон. Сам командир бригады устанавливал данные растяжки противопехотные, не только, в том числе и для техники. То есть командир 80-й бригады или? Батальона. Командир 80-го батальона сам устанавливал. Спасибо тебе. Пожалуйста.